Права человека в оккупированном Крыму Европейский суд по правам человека начал рассмотрение дела «Украина против России». Киев наводит факты обысков, арестов и незаконных приговоров активистам в Крыму. И это лишь часть нарушений прав человека на аннексированном полуострове за последние пять лет. Среди наиболее уязвимых групп в Крыму – этнические украинцы, крымские татары, независимые журналисты и религиозные деятели. Россия намеренно проводит кампанию по уничтожению любого сопротивления в Крыму. На территории захваченного полуострова Москва удерживает в плену более восьми десятков украинских и крымско-татарских политузников, почитали правозащитники. Международные организации Freedom House и Amnesty International признали Крым территорией несвободы. Там нет независимых средств массовой информации, нет возможностей для существования правозащитных организаций. Людей запугивают, проводят незаконное задержание, убийства, пытки, похищения. Вместо того, чтобы парировать, представители России в европейском суде говорят о событиях 2014 года. Москва пытается убедить Фемиду, что тогда власть в Украине якобы захватили фашистские группировки, и она является нелегитимной. К рассмотрению обвинений Украины по сути суд еще не перешел, поскольку Москва затягивает процесс и даже оспаривает право европейского суда рассматривать это дело. Однако украинская делегация в Страсбурге уверяет, что ЕСПЧ все же возьмется за крымский кейс. Такое решение может быть принято в период от 6 до 12 месяцев.